Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Сегодня в пресс-центре «Спутник Южной Осетии» проходит пресс-конференция министра культуры Южной Осетии Рады Филипповны Дзагоевой, в ходе которой министр расскажет о планах в сфере культуры. Добрый день, Рада Филипповна, рада вас видеть. И прежде всего я хотела бы вас поздравить и в лице вас всех причастных к сфере культуры с вашим профессиональным праздником, который вы отмечали в марте, в конце марта, и хотелось бы пожелать вам творческих успехов, свершений и развития. И тут мне хочется сразу добавить успешное выступление государственного ансамбля «Симт» в Москве, который прошел в концертном зале имени Чайковского. Пожалуйста, расскажите, в рамках каких договоренностей прошел этот концерт и приедет ли в Южную Осетию ответ на какой-нибудь коллектив? Да, прежде всего спасибо за поздравления, которые вы адресовали всем работникам культуры. К сожалению, в этом году наш праздник был омрачен событиями, которые произошли в Подмосковье. Мы, конечно, как и вся Южная Осетия, очень тяжело восприняли все эти трагические события, которые происходили в Крокус-Сити. Мы отменили все свои праздничные мероприятия, и тем не менее жизнь продолжается. И профессиональный праздник наш – это повод еще раз задуматься о том, что мы делаем, для чего мы это делаем, в каком направлении мы движемся, как мы развиваем национальную культуру. Спасибо. В общем, вот так, если коротко. Что касается события, которое произошло 11 марта, концерт государственного ансамбля «Синт», который прошел в концертном зале имени Чайковского в Москве, это стало по-настоящему значимым событием в культурной жизни Южной Осетии. То есть, если говорить о том, когда еще такого уровня мероприятия проходили в Москве, то это было ровно 20 лет назад. В 2004 году на той же сцене также выступал наш государственный ансамбль «Синт». За 20 лет сменилось уже не одно поколение наших танцоров. То есть, это был сейчас уже не тот состав, который там выступал тогда. Сейчас это наша молодежь, которая, на мой взгляд, очень-очень достойно представила национальную культуру на столь серьезной площадке. Концерт прошел в рамках договоренностей между Министерствами культуры Республики Южная Осетия и Российской Федерации. У нас есть программа, которая называется «Обменные культурные мероприятия между двумя нашими государствами». В рамках вот этой программы я напомню, в 2022 году мы выступали в Краснодаре, в 2023 году мы выступили в Ростове на сцене музыкального театра. И в этом году уже наши российские коллеги отозвались на наше предложение выступить именно в столице Российской Федерации. И вот предоставили нам этот зал. Что касается дальнейшего нашего сотрудничества, то наши российские коллеги уже свои обязательства в этом году выполнили. Они нас приняли, причем на самом высоком уровне. Был просто великолепный прием. Учитывалась каждая деталь, каждое наше пожелание. Это, конечно, очень-очень сильно радует. Очень теплое отношение и к Южной Осетии, и к представителям нашей культуры. В этом году мы, в свою очередь, тоже будем принимать один из российских коллективов. Есть уже определенность. Это будет Московский академический ансамбль «Кжель», который выступит у нас в Янвале уже 12 июня текущего года. Мы хотим приурочить концерт к Дню России, и уже готовимся к проведению этого мероприятия. Если коротко, то вот так. То есть День России мы тоже будем отмечать. Да, одно из мероприятий – это концерт академического ансамбля «Кжель». Хотелось бы еще отметить, что выступление Симда было настолько ошеломительным, что даже президент пришел к ним, коллектив выразил благодарности. И можете это тоже прокомментировать. Да, мне кажется, что коллектив очень серьезную работу провел за последний год. И мне кажется, что всегда, в любом деле, если есть прогресс, то обязательно творческих людей надо похвалить, и надо плюсы всегда отмечать. В случае с Симдом плюсы безусловные, они очевидны. Это видят все, сколько бы я, допустим, или кто-то другой не говорил, что у нас все хорошо. Но мастерство артистов, уровень коллектива определяется на сцене. И если зритель говорит, что да, у нас Симд сейчас возрождается, у нас Симд идет вперед, есть определенный прогресс в творческом коллективе, то это надо отмечать. Почему бы нет? И то, что Алан Эдуардович тоже пришел в Симд и сказал коллективу, что выразил свою благодарность, свое восхищение их мастерством, тем, как они представляют национальную культуру за пределами Южной Осетии, то, на мой взгляд, это было приятно. Мне тоже, и коллективу тоже. Коллективу тоже, спасибо. Ну, раз уж заговорили о гастролях, то в прошлом году с размахом отмечали Дни Остинской культуры. в Чечне, в Абхазии, в Ульяновске, которые были инициированы в рамках плотной работы Юго-Остинского Минкульта и Российского. И какие мероприятия, может, есть какие-то мероприятия, которые запланированы в этом году? В прошлом, прошлый год для нас был достаточно успешный, и мы сотрудничали не только с Министерством культуры Российской Федерации, у нас определенные хорошие связи, хорошая коммуникация налажена с отдельными регионами. С Чеченской Республикой, как вы отметили, мы провели не одно мероприятие. То есть, помимо вот этих обменных дней культуры, у нас еще в ноябре побывал Чеченский национальный театр имени Нурадилова. Он здесь показал два спектакля. Это замечательный коллектив, один из лучших на Северном Кавказе, театр, который имеет свои традиции, свою богатую историю. То есть, в этом году у нас мы получили уже приглашение в Чечне. В сентябре будет проходить фестиваль Федерация. Мы уже получили приглашение. Будет участвовать наш драматический театр. Мы представим на этом фестивале постановку «Черная бурка». Что касается сотрудничества с другими регионами Российской Федерации, то очень хорошее, тесное сотрудничество у нас с Ульяновской областью. В этом году мы планируем расширить свою географию однозначно. Мы сейчас прорабатываем вопрос проведения Дней культуры Южной Осетии в Крыму. И, предположительно, они пройдут в конце августа, в начале сентября. Вот это время проведения. Что касается проведения Дней культуры Крыма в Южной Осетии, то по пожеланию наших коллег из Крыма, они состоятся только в следующем году. То есть мы решили по нашей договоренности определить вот такие планы нашего взаимного сотрудничества на ближайшее будущее. По Дням культуры настолько Крым в этом году. Конечно, есть другие какие-то планы по сотрудничеству с отдельными регионами, но это будут разовые мероприятия. То есть это будут неполноценные Дни культуры, когда мы выезжаем, вывозим два своих коллектива, и госансамбль, и гострамтеатр. Но другие какие-то разовые мероприятия. И в этом году у нас у СИНДа очень много планов. Как вы знаете, мы уже озвучивали через средства массовой информации. У нас пройдут концерты госансамбля в Луганске. Это в рамках наших договоренностей. Министерство культуры Южной Осетии и Российской Федерации. Как вы знаете, во время нашей поездки в Москву, когда прошел концерт в зале имени Черековского, у нас была встреча с заместителем министра культуры Российской Федерации Андреем Малышевым. И по нашей договоренности наш коллектив внесли во всероссийский гастрольный план. Это очень для нас значимо, это очень серьезный шаг вперед, на мой взгляд. То есть у СИНДа открываются новые перспективы, новые возможности. В этом году нам предоставляют возможность Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт делает все вот эти, организует вот эти концерты. В Луганске мы выступим в мае месяце. В июне у нас запланированы концерты в городах Тагестана, в Махачкале и в Дербенте. И в Грозном тоже в конце июня. То есть это все Росконцерт и Минкульт России. Будут, конечно, и другие мероприятия. Будет участие других наших коллективов. Допустим, к примеру, Государственный оркестр народных инструментов. У нас есть такой роскошный коллектив под управлением Нины Пальевой. У них очень богатый, очень такой репертуар, достойнейший, на мой взгляд, коллектив. Мы будем стараться его тоже почаще вывозить за пределы республики и представлять еще один вид осетинской культуры за пределами Южной Осетии. Ну, вот, собственно, вот так я могу ответить на ваши вопросы. Ну, вот вы также, помимо гастролей за пределы Южной Осетии, вы не забываете еще и о районах. Недавно прошел концерт Симда в Ленингорском районе. Какие-нибудь еще районы будете посещать? Конечно, безусловно. Я считаю, что СИМД и все наши творческие коллективы, мы работаем для людей. И работаем не только для людей, для которых это доступно, в черте города прийти вечером в театр, посмотреть спектакль, концерт. Но есть у нас в приоритете именно отдаленные регионы, Ленингорский район, город Квайса. И в прошлом году у нас там прошли концерты. Эти концерты, эти мероприятия, и показ спектаклей, и концерты Симда, они будут проходить на регулярной основе. Позавчера наши артисты вернулись из Ленингора. Концерт прошел успешно. 26.7. выезжают в город Квайсу, чтобы там тоже местным зрителям представить свое творчество. Это нужно людям, которые проживают в определенной отдаленности от города, у которых не всегда есть возможность посещать культурные мероприятия. То есть культура сама должна к ним прийти в данном случае. Я считаю это очень важным направлением нашей деятельности. Спасибо за ответ. Недавно наш театр тоже отмечал профессиональный праздник 27 марта. И касаясь этой темы, нас ждут какие-нибудь новые премьеры в этом году? Текущий театральный сезон, который стартовал у нас в августе прошлого года, когда театр после отпуска вышел на работу, мы представили в конце августа уже одну премьеру. Это был ревизор Романа Габрия. Другую премьеру театр представил уже к концу года. Это был масштабный, я не побоюсь этого слова, проект, который финансировался опять-таки Министерством культуры Российской Федерации. То есть Минкульт России нам выделил определенный транш для постановки спектакля русской драматургии. Выбор пал, поскольку у нас в этом году юбилейный год Пушкина, а спектакль ставился в канун юбилея великого русского поэта, выбор пал на произведение Бориса Катунов. Это была вторая премьера текущего театрального сезона. Сейчас на выходе еще один спектакль. В этот раз это уже постановка произведения национальной драматургии. Это будет спектакль «Черноухий князь» в постановке Эдуарда Келехсаевна, нашего режиссера. И завершать мы будем театральный сезон очередной постановкой режиссера нашего теперь уже театра Каспека Джей Лева. Это будет спектакль по произведению Горина «Тиль». Постановка обещает быть очень интересной. То есть проект, который представил режиссер, уже говорит о том, что нас ждет что-то очень интересное. Я считаю, что текущий театральный сезон, он, как и прошлый театральный сезон, должен быть очень успешным для нашего театра. То есть четыре спектакля – это очень хорошо в наших условиях. И что бы еще хотелось отметить, по гастролям театра, конечно, как и все предыдущие годы, уже, по-моему, мы в пятый или шестой раз будем принимать участие в проекте «Большие гастроли», который организует также Министерство культуры Российской Федерации, Росконцерт. В этом году мы тоже будем участвовать в этом проекте. Очень для нас значимым в прошлом году, как мы знаем, благодаря этому проекту, в рамках этого проекта наш театр представил свое творчество в Ульяновске, в Саранске, в набережных Челнах. В этом году мы площадки пока не знаем, потому что «Большие гастроли» пройдут только в сентябре. Но знаем, что мы повезем. Мы повезем Борис Кадунов в постановке Томирлана Дзуцева и спектакль «Самаубийца», который уже в прошлом году был представлен в тех городах, которые я озвучила. Ну, вот так вот по театру у нас. Спасибо большое, Саня. Продолжают студенты вот нашей актерского факультета йогу. Они уже с сентября прошлого года были на полставке зачислены в штат Гостром театра. Мы будем думать о том, что после завершения обучения, чтобы устроить их уже полноценно, и они стали равноправными, полноценными членами нашей труппы. Талантливые очень труппы. И они привнесут, конечно, что-то новое, какое-то новое дыхание в деятельность нашего творческого коллектива. Мы с ними тоже определенные надежды связываем. У них еще был спектакль, премьера спектакля. Они представляли ее, вот как, на ваш взгляд, они справились? Ну, к сожалению, я была в отъезде, я не смотрела, но очень хорошие отзывы идут по работе. Я наблюдала студентов в других работах. Они уже участвуют в отдельных постановках нашего спектакля. И что примечательно, вот сейчас Джейлиев на главной роли зовет именно выпускников актерского факультета нашего университета. Там две главные роли в постановке. Их будут исполнять именно выпускники этого года актерского факультета йогу. Очень интересная. То есть одна постановка объединит мастеров сцены, народных артистов Южной Осетии, заслуженных артистов. И начинающих артистов, для которых, на мой взгляд, это будет бесценным опытом. Я тоже так считаю, учитывая прошлогодний опыт, «Черная бурка» — это мой любимый спектакль. Конечно, Казбек Джейлиев, он, безусловно, прекрасен в своем деле. Коллеги, может, у вас вопросы? Вопросов нет? Да, конечно. Крым представляет большой интерес с точки зрения реализации культурных проектов. Какую работу в этом направлении намерен провести именно культурные сети? Ну, как я уже сказала, мы планируем в этом году проведение Дней культуры в Крыму. То есть это не наша договоренность, не межведомственная, скажем так. Есть соглашение между правительствами Республики Крыма и Республики Южная Осетия. В этом соглашении прописаны разные направления взаимодействия между нашими республиками, одним из которых является сотрудничество в сфере культуры. То есть у нас есть база, на основе которой мы можем выстраивать наше дальнейшее сотрудничество. И первым шагом будет проведение Дней культуры Южной Осетии в Крыму. То есть мы поедем первые в Крым, а потом уже в следующем году будем принимать творческие коллективы Крыма у себя. Вот пока вот только это. Конечно, мы будем рассматривать разные направления, то есть и театральное искусство, и хореографическое наше искусство, безусловно, гастроли Симта в Крыму. Но это не все. Мы можем представить и работы наших художников, и еще много чего. Это уже в рабочем порядке будет обсуждаться. Но пока мы рассматриваем только вопрос на данный момент. Это театр, это госансамбль Симт и несколько художников. То есть мы можем организовать выставку в фойе того же, допустим, театра, концертного зала, где у нас будет проходить мероприятие в Крыму, то есть подключить туда и художников. В прошлом году мы представили выставку молодых художников в Санкт-Петербурге, которая прошла с большим успехом. Это очень талантливые наши художники, молодые. Почему бы не рассмотреть возможности их организации, выставки именно молодых югостинских художников в Крыму тоже? Я вот так вот. Спасибо большое. У меня еще такой один очень интересный вопрос, на мой взгляд. Первая наша конференция, пресс-конференция, когда проходила, у нас был вопрос, проблема отсутствия зала хореографической школы «Май Четлин». Но хотелось бы мне еще отметить то, что именно вами была реанимирована эта школа, то есть она уже практически, у нее не было шансов, но вы и ваша воля помогли ей реанимироваться, и за что вам большое спасибо. И невозможно представить развитие культуры вообще без танца, национального танца. И вот вопрос их размещения, он еще и помещение, он еще остается открытым. Или все-таки вы нашли решение этой проблемы? Я бы хотела немножко про предысторию этого вопроса напомнить, потому что очень часто многие забывают о том, что из себя представляла хореографическая школа еще два года назад. Это история хореографической школы-студии, созданной нашим именитым хореографом Мельсом Шавлоховым еще в конце 80-х годов, могла закончиться очень трагично. Ее попросту не стало бы. Между тем, это, как вы правильно отметили, национальную культуру осетин сложно представить без хореографии. Это основа всех основ, на мой взгляд. Это богатейшее наследие, которое передавалось из поколения в поколение. И если мы сегодня говорим о каком-то развитии синда, то это неразрывно связано с подготовкой кадров для этого синда. И этим призвана заниматься именно хореографическая школа-студия. Хореографическая школа-студия в Южной Осетии не функционировала более 10 лет. И то, что вы сказали, что благодаря моей воле, если бы не было рядом со мной единомышленников, в Май-Четио, ее коллектива, гос-тадио, то, наверное, у нас ничего не получилось. Но сегодня мы смогли сохранить эту школу. Более того, она демонстрирует определенные успехи, демонстрирует их не только в масштабах Южной Осетии. За последнее время, уже после того, как коллектив Май-Четио стал работать под крышей в хореографической школе-студии, они успешно выступили в Самаре. Они побывали в Артеке прошлым летом, где блестяще представили нашу национальную культуру. И вот из недавнего, они буквально неделю назад, коллектив вернулся из Сочи с гран-при. И еще двумя дипломами. Первой степени, второй степени. Младшая группа у нас диплом второй степени привезла. Она участвовала в фестивале такого рода впервые. В этом году у нас хореографическую школу-студию заканчивает 26 человек. Это наши выпускники. Они все получат свидетельство об окончании хореографической школы-студии. Что меня радует? Я буквально в начале недели встречалась с этим коллективом. После их возвращения из Сочи. И что меня особенно порадовало, четыре выпускника хореографической школы-студии выбрали направление хореографическое искусство. Двое из них будут поступать в вузы Российской Федерации. Еще двое будут поступать в училище искусств в Северной Осетии. Еще двое выпускников у нас уже летом будут зачислены в государственный ансамбль «Симт». Это серьезные, на мой взгляд, результаты. Это уже готовые танцоры, которые прошли школу у Майи Четьюн. Это их непосредственный наставник, художественный руководитель ансамбля «Кафт» при хореографической школе-студии «Костаджиот». Один из редких профессионалов в направлении хореография у нас. Поэтому художественный руководитель «Симта» с большим воодушевлением готов их принять к себе под свое крыло. Что касается дальнейшей судьбы хореографической школы-студии, я, наверное, немножко по откровенничаю с вами. Когда я пришла в Министерство культуры, то, конечно, все направления культуры для нас важны. Все абсолютно. Вплоть до каждой библиотеки, которая находится в каком-то отдаленном селе, и тем не менее, и для себя, и для своего ведомства, я определила два главных приоритета. Это возрождение «Симта» и возрождение хореографической школы-студии. Но в случае с «Симтом» мы последовательно идем к своей цели, уже с хорошими результатами. Что касается хореографической школы-студии, то этот вопрос на личном контроле у главы государства. Мы рассматривали несколько вариантов решения этого вопроса. Как мы знаем, часть наших детей временно, пока... Временно занятия у нас проходят с одной частью наших воспитанников в спортзале второй школы. Вторую школу весной будут сносить. Мы фактически, наши дети оказываются на улице. Мы, конечно, как-то должны решить этот вопрос, вопрос их временного размещения. Но я хочу сказать, что вопрос с хореографической школой-студии, вопрос с созданием для нее отдельным, он уже решен процентов на 90. Я не хочу озвучивать, потому что это решение Алана Эдуардовича. Мы с ним говорили на эту тему, говорили неоднократно. Решение уже есть, но в ближайшее время мы его озвучим. Но хочу заверить, что у хореографической школы-студии все будет хорошо. Спасибо большое. Я надеюсь, я исчерпывающе ответила на этот вопрос. Да, и многообещающе. Нет, я вот правда без всяких вот этих, там, у них все будет хорошо. Главное было сохранить школу. И главное, содержанием-то она наполнена. Просто много чего нам не хватает. Это вот техническая сторона. Где мы, где эти дети будут размещены, в каких условиях они будут работать. Это одно из главных направлений нашей деятельности. Мы пристально за ними, за этим наблюдаем и решаем. Спасибо большое. Наверное, я задам завершающий вопрос. Я опять-таки уйду в нашу первую пресс-конференцию. Мы тогда очень много говорили о развитии. Вот как на ваш взгляд, у вас удается, удается ли вам идти по тому пути, который вы наметили в плане развития? Мне кажется, что получается, конечно, многое. Но вместе с тем каждый шаг дается очень тяжело. И с большими препятствиями. Время такое, сложное. Идет специальная военная операция. И в самой России сейчас непросто. И нам, конечно, непросто. Фактически, мы тоже де-факто Россия, потому что де-факто. Мы независимое государство. Но выход-то у нас есть только в Российскую Федерацию. И от того, какая погода будет в Российской Федерации, зависит и климат внутри Южной Осетии. Все это, конечно, на нас сказывается. В культуру нужно вкладываться. И вкладываться очень серьезно. К сожалению, у нас сегодня такой возможности нет. И ограниченность бюджетного финансирования. Да и в самой России не просто. Потому что мы очень, я же сказала, мы взаимодействуем с нашими коллегами из разных регионов. И да, они тоже всегда. Мы бы рады, но только у нас тяжелое финансовое положение. То есть это не только у нас. Но, тем не менее, мы очень много чего смогли реализовать за последний. И за прошлый год, за 23-й, и год у нас сейчас очень неплохо начался. Буквально завтра опять один из наших творческих коллективов едет на фестиваль танца, который пройдет в Санкт-Петербурге. То есть это все бывает возможным благодаря поддержке президента. Мне кажется, что, я вот говорю, у нас этого нет, вот у того мне, у меня очень часто упрекают. По-моему, кроме вас-то, такой поддержки ни у кого нет. Да, это следует признать. Есть, конечно, ощущение, что мы в каком-то приоритете, несмотря на все сложности. Но нам этого мало. И я надеюсь, что такая же поддержка у нас будет и в дальнейшем. Потому что, как я уже сказала, у нас планов много. Конечно, мне очень сложно сегодня сказать, что для нас главнее. Там гастрольная деятельность, то, как мы представляем культуру своего государства за пределами Южной Осетии, или же внутри работать на развитие. Если говорить о развитии, то внутри республики мы, опять-таки, ничего не сможем делать. Нам должны помочь. Мы должны обучать специалистов, опять-таки, за пределами Южной Осетии. Мы сейчас очень сильно работаем над тем, чтобы подготовить специалистов по театральному искусству за пределами Южной Осетии. Последний раз осетинский курс в театральных вузах Российской Федерации выпускался в 2013 году. Из числа вот этих выпускников в нашем театре сейчас служат Григорий Мамев, Инга Маргева, Нина Кукоева. Вот, собственно, Казбек Джейлиев тоже из этого курса. Это был 2013 год. Сейчас, мне кажется, опять назрела эта необходимость выйти с инициативой в Министерство культуры Российской Федерации. Они, в свою очередь, окажут нам содействие, если поставят такую задачу перед ректоратами вот этих вузов. Мы рассматриваем варианты обучения в Щукинском театральном институте и Щепкинском училище. Это лучшие, на мой взгляд, вузы, которые готовят специалистов в сфере театрального искусства. Конечно, у нас остро стоит вопрос и нехватки профессиональных режиссеров. У нас вот сейчас в театре сложат четыре режиссера. Это сам художественный руководитель Тамир Ланзутцев, Эдуард Келехсаев, Кутаев Сармат, выпускник Северо-Остинского госуниверситета, и с сентября прошлого года у нас работает уже Копек-Джельев. Но этого мало, конечно, для того, чтобы театральное искусство развивалось, нужно новое видение, разные режиссеры. Чем больше режиссеров, тем артистам интереснее, тем сильнее ощущается развитие театра. Вот как-то так. Ну, то есть отделять одно направление нашей деятельности от другого надо работать плотно в каждом направлении, и на выход во внешний мир, и на развитие культуры, и на то, как учреждения культуры работают у нас в самой республике. Я хотела бы поблагодарить, конечно, всех своих коллег. Система культуры у нас вторая по численности в республике, если я не ошибаюсь, после Министерства образования. То есть очень много людей трудятся в сфере культуры. Да, это библиотеки, это музеи, это все наши, все-все-все творческие коллективы. Вот. И мне кажется, у нас работают все в данный момент. Что ни день, то в библиотеках мероприятия, то в музеях наших. Работает у нас музей Васуабаева, национальный музей. Ну, сказать, что... Могу сказать, что работа у нас... Оценить работу ведомства можно удовлетворительно. Это не самопохвала ни в коем случае. Это каждодневный, очень ответственный труд всех людей, которые трудятся на сегодняшний день в системе культуры. Спасибо большое. Спасибо большое, Рада Филипповна. Ну что ж, если у коллег нет больше вопросов, я бы со своей стороны хотела вам тоже пожелать сил, добра и свершения. Все, что вы задумали, пусть все сбудется. Ну, я надеюсь, мы покорим все лучшие площадки пока в масштабах Российской Федерации, потом дальше. Мы просто уверены в этом. Ну что ж, коллеги, мы завершаем пресс-конференцию информационного агентства «Спутник». Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok